Сами себя перехитрили. Тысячи людей в Ривненской области могут остаться этой зимой без газа. Они собственными руками вымыли землю под трубопроводом высокого давления, который обеспечивает газом их села. Янтарь или отопление? Что выберут люди? Выясняла Инна Белецкая. Эта поля неподалеку от Клёсова неделю назад на работу одновременно вышли сотни старателей. В ту ночь полиция и оперштаб ничего сделать не смогли. И только на следующий день заявили, добыча прекращена. Сейчас эти поля выглядят вот так. Десятки траншей и сотни новых ям. Но главная проблема – газовая труба высокого давления. По ней получают газ Клёсов и соседнее село Пугач. Часть трубопровода уже над землей. Подведенный газопровод высокого тиска. Это государственное мейно. И может возникнуть просто катастрофическая проблема, где можно просто прекратить газопостачание на долгий период. Это будет катастрофа. Газовики еще прошлой зимой предупреждали. Массовая добыча вблизи трубопровода рано или поздно обернется катастрофой. Писали письма в сельсоветы, ГУСЧС, СБУ и райотдел полиции. Газовый отдел выехал, сказал, что не выявили порушений. То есть не видно там никаких порушений, ничего не было. На этом вопрос закрылся. Сейчас на стане у нас акта обстежения, что мы выезжали, смотрели полностью вдоль газопровода. Все перемитое. Если будет проседание трубы и она может лопнуть, это, скажу, приведет просто до коллапса. Вот так газовщики объяснили проблему председателю поселкового совета и отправили письмо с предупреждением о прекращении подачи газа. Чтобы провести обследование и понять, в каком состоянии труба. Без отопления окажутся не только частные дома, но и школы и детские сады. О том, что такое возможно, людям говорили еще прошлой зимой. Но те, кто организовывает добычу, это не остановило. Люди все не понимают, что мы сейчас в холодную пору можем клесик отключить от газа. И то не на день, не на два. Довольно таки на тривальный час. Кажут, что можно, пока ее отремонтировать, все насыпать и поставить до месяца. Про кто что думает про это, думает про деньги. А клесик будет в катастрофе. Если подачу газа остановят, возмущаться и протестовать, люди из поселка смогут выйти только к окнам друг друга. Ведь в незаконной добыче заняты большинство местных жителей. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область.